Одесса Классикс Даниэль Хоуп будет выступать ежегодно дважды в рамках фестивальной программы. Даниэль Хоуп будет выступать. 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 Она либо совпадает, либо нет. Она может совпадать. Каждый наш орган имеет собственную вибрацию. И вот когда мы слушаем музыку, у нас все внутренние наши органы, все наши оболочки начинают жить в одной вибрации, в одном ритме. И вот вы правы, такое ощущение, что нас вытащили, настроили все наши струнки на нужный ритм и снова запаковали, и мы уже в этом ритме живем дальше. Лето в Одессе, оно обычно фестивальное, оно яркое, оно такое жизнелюбивое, можно так сказать. Я знаю, что вы тоже подготовили фестиваль, фестиваль для мам, он так и называется «Мамы». Это не просто фестиваль, где можно порезвиться с детьми или съесть мороженое, а здесь более глубокий смысл. Расскажите о нем. Вы знаете, очень много, в самом деле, фестивалей, и многие фестивали семейные. Туда мамы приходят с семьей, дети проходят разные мастер-классы, разные интересные развлекательные занятия. Но, к сожалению, я отметила то, что именно фестиваль, там, где мама уделит внимание себе, их очень-очень мало. То есть в основном все лучшее кому? Все лучшее детям. А вот для того, чтобы мама все лучшее отдавала детям, ей на самом деле очень надо тоже наполниться лучшим. То есть дети здесь будут не главными на этом фестивале? Нет. Мамы? Дети тоже будут. У нас будет детская комната, где будут воспитатели. Для детей будет отдельная программа, но главными будут мамы. Мамы будут как раз наполняться эмоциями, интересными знаниями, опытом. Вы знаете, вот некоторые мамы водят своих детей на танцы. И я вот замечаю мам, которые смотрят на своих чат, как будто бы они сами танцуют. Вот у меня будет тоже один сюрприз. У меня будут выступать мамы вот этих девочек, которые мечтали и которые осуществили свою мечту, и они вышли на сцену самой старшей мамы 60 лет. Какая прелесть. Они будут танцевать. Они будут на открытии фестиваля танцевать, и их тренер будет вести один из мастер-классов. Потрясающе. То есть вы считаете, что мам нужно наполнять именно не прически, маникюры и всякие такие штучки, а немножко другим. Их нужно расслаблять. Их же какими-то желаниями, которые, возможно, они где-то иногда подавливают в себе, или же наоборот, переносят их на своих детей, отправляя их в какие-то кружки, в которых сами хотели бы участвовать. Я вам еще один секрет открою. Это правда, что мам надо наполнять тем, чтобы они исполняли свои мечты, или хотя бы прикоснулись к тому, чтобы к этой мечте подойти ближе. Но на фестивале у меня будут и визажисты, которые научат маму, которой нету времени абсолютно на визаж, за 15 минут, как сделать себя красивой. Потому что в каждой маме есть женщина, которая хочет наряжаться, которая хочет быть красивой, которая хочет получать внимание от мужчин, от окружающих, и которая хочет от своего сына и дочки слышать, «Мама, ты у меня самая красивая». Самый лучший комплимент. Это комплименты наших детей. В этой студии был еще и один из основателей нейролингвистического программирования. Фрэнк Пьюселик, он специализируется на семейных отношениях. И я задавала ему вопрос. Скажите, какой должна быть идеальная мама? Это какая мама вообще? То есть мы все видим красивых мам в Инстаграмах, например, спортивные, подтянутые, правильно кушают с детьми. То есть мы все, какой-то есть у нас стереотип, за которым мы наблюдаем, возможно, даже стремимся к этому тоже. На что он сказал мне, что счастливая мама, идеальная мама, это мама, которая довольна собой. Если ее делает счастливым в фитнес или фото в Инстаграмах, хорошо. Если ее делает счастливой, не знаю, что-то другое, то это тоже хорошо. В общем, в любом случае, она должна быть в ладах с собой в первую очередь. Тогда ребенок будет счастлив и спокоен. Это правда, я с ним на 100% согласна. Вы знаете, девиз моего фестиваля «Одохнувшая мама – счастливая мама». Потому что когда мама отдохнет, когда она позволит себе расслабиться, когда она позволит себе пообщаться с подругами, это тоже очень важная вещь. Когда она позволит себе то, что она хочет и вернется в семью, она готова дарить всей семье, своим детям и любовь, и заботу, и тепло, и себя, и время, и энергию. Она тогда в самом деле, знаете, как это солнышко, которое вот эти лучики на всю свою семью, всю семью греет. И для меня в самом деле мама, важно, чтобы она была достаточная, чтобы было у нее достаточно времени для себя. А когда у нее будет достаточно времени для себя, у нее всегда хватит и ночью, и днем, и вечером время для своих близких и родных, и, конечно же, для деток. Хорошо. Хорошо. Расскажу вам еще одну историю про гостью многомаму. У нее пятеро детей, которые тоже приходили сюда. И вот она говорила о том, что надо не стесняться просить помощи, если тебе действительно тяжело. Вот вы сейчас говорите о том, что должно быть время у мамы на себя. Но все мы понимаем, что это в каком-то идеальном мире порой, да? Потому что если ты пошел, например, принимать ванну, то обязательно тебе полетит какая-то машинка и с криками «Мам!» А ты где? Долго еще? То есть такие женщины-многомамы, они предлагают не стесняться просить помощи у кого-то, у подруги, посидеть с ребенком, человеку, естественно, которому ты доверяешь. И ничего в этом плохого нет, говорят. Если ты скажешь маме своей, бабушке или мужу, или подруге, слушай, а не хочешь часик просто пойти прогуляться с моим прекрасным ребенком здесь, на детской площадке, я тем временем приму душ или просто посплю. Это честно по отношению к себе? Очень честно. В самом деле, самый первый помощник, это должен быть муж. Потому что это прежде всего папа детей, да? И он заботится не только финансово, то есть папа совсем по-другому общается с детьми. И для детей очень важно его присутствие в их жизни. И когда мама просит помощи у папы, это, знаете, это не помощь, это даже не помощь, это папина роль быть папой. И это надо вписать, как говорится, в семейный сценарий, потому что некоторые женщины на себя взвалили и тянут этот грудь. В самом деле это тяжело. Это тяжело быть мамой двух, трех, а тем более пяти детей, да? А когда есть рядом папа, который готов подставить плечо, а когда есть рядом бабушки, подруги, крестные или знакомые, да, это очень здорово, потому что общение детей с разными людьми, с разными взрослыми, с разными своими сверстниками, это как раз очень хорошо их адаптирует и их учит общаться, коммуницировать. Какие-то новые, знаете, навыки и привычки общения у них формируются. Ну, в семье все равно бывают разные. Бывают совершенно разные положения, да, тоже семейные. Даже в семье, которая нам кажется порой со стороны идеальной, бывают конфликты или какие-то напряжения, которые нужно разрешать. Вот теперь отправляемся мы в арт-терапию. Кому бы вы рекомендовали использовать эту терапию для того, чтобы, скажем, какие-то разрешить проблемы? Я имею в виду, мама-муж могут сесть рисовать, например, вместе. Мама-ребенок. На что стоит обращать внимание? Вот давайте по полочкам. Муж-жена, например. Что они могут делать вместе? Приготовить какое-то, может быть, блюдо. Я имею в виду какое-то арт-творчество, которое поможет им где-то соприкоснуться, да, и поговорить, быть может, раскрыть какие-то проблемы. На самом деле арт-терапевтических техник очень много. Точно я за время эфира не могу про все рассказать. Но есть определенные техники, например, взять один лист бумаги, да, и молча, чтобы муж с женой взяли карандаши, краски, неважно что, и начали рисовать, не договариваясь, что. И вот тут вот как раз и возникает, понаблюдать возникают интересные тенденции, как они коммуницируют, как они понимают. Они конкурируют или они дополняют друг друга, или наоборот, они противостоят друг другу. У одного один рисунок, у другой другой. Как они выбирают краски. Тут они молча могут сами увидеть, что у них происходит, и попробовать что-то по-другому. Попробовать, например, жена, которая всегда, как говорится, вперед, лидерская позиция, не дает продыху, ну, даже дыхнуть мужу, чтобы их что-то захотеть, везде, как впереди паровоза бежит, может ей попробовать немножко притормозить свою скорость, может дать возможность мужу принять решение, может попробовать пойти за мужем. Это тоже будет интересный опыт. Не говорю, что его применять, но попробовать как-то по-другому пообщаться с мужем вот в такой технике очень здорово. Эту же технику можно и с детьми применить. У меня будет один спикер нам в фестивале, он как раз будет говорить про общение с детьми, про манипуляции, как вид общения и какие побочные эффекты могут быть от манипуляции. Манипуляции вы имеете в виду, когда дети манипулируют? Когда родители. Когда родители манипулируют, возможно, не осознавая, что они манипулируют, хотят, чтобы дети стали более послушные, более покладистые, да, и какие получают потом результаты, даже не результаты, а обратные эффекты. И вот как раз на мастер-классе это будет Дмитрий Штефан, гештальтерапевт, мой коллега, он с детьми очень долго-долго работает, очень много интересных разных методик у него есть. То есть он как раз будет для мам интересно, как научиться общаться так, чтобы не манипулировать, как научиться... Без последствий, наоборот, развитию стремясь, да? Как делать так, чтобы дети слушались и при этом не использовать никаких манипуляций. Многие говорят о том, что если вы хотите понять, подходите вы друг к другу или нет, поклейте вместе обои. Вот приблизительно сейчас такой же совет вы нам дали, только можно нарисовать. Что касается красок, часто приходится слышать, что если ребенок, например, ну, все-таки мы больше наблюдаем за детьми, мне кажется, в жизни, да, чем с мужем сесть, картину писать, это, конечно, очень хорошо и правильно, но в любом случае мы все-таки больше стремимся, ну, мне кажется так, увидеть в ребенке, успеть какие-то заметить проблемы, если они есть. Часто говорят о том, что если ребенок использует темные краски, то это сигнализирует о какой-то проблеме, так ли это? Ну, это надо рассматривать, в самом деле, в контексте. В самом деле, используя темные краски, это говорит о каких-то тревожных состояниях ребенка, особенно если это связано с какой-то определенной штриховкой, это рисунка, да. Ну, если, например, у ребенка случилось какое-то переживание, например, смерти или потеря близкого человека или ссора, он таким образом через рисунок может выражать свои эмоции. То есть в этом нельзя сказать, что это, боже, боже, все страшно, плохо, наоборот, давать ему... Давать возможность ему рисовать и комментировать свои рисунки. Про что это? Тогда то, что у него внутри, вот это темное, вот это тревожное, оно выходит на рисунок, и тогда внутри у ребенка он освобождается от этого, да. Он не держит внутри, а наоборот, все выносит на рисунок. И это как раз хороший показатель про того, что он один из способов выражения своих эмоций. Вы знаете, я однажды получила открытку на день рождения и увидела там черные полосы от своего сына старшего в самом верху. То есть там идет солнышко, небо и черная штриховка, естественно. Я побежала, спрашиваю, что же, это что? Он говорит, мам, ну как, это же космос. Что у нас над небом? В общем, да, иногда просто нужно расслабиться, да, и наслаждаться творчеством своего ребенка и давать ему возможность выходов. А какие есть еще варианты? Потому что мне кажется, конечно, взять краски или карандаши, это проще простого. А что еще можно сделать совместного такого, что будет полезно? И что, допустим, вы будете предлагать на фестивале? Работа с глиной. Это вообще уникальный инструмент. Ну, как бы, как альтернатива глины, конечно, неполная, это пластилин. Но глина имеет такое свойство, она принимает очень легкую форму и тепло наших рук. И, опять же, вместе что-то вылепить, да, или вылепить определенные задания, свое внутреннее состояние, увидеть, знаете, перенести то, что у нас внутри на глину, на то произведение, маленькое произведение искусства, что получится. Это тоже одна из арт-терапевтических техник. К нам приедет арт-терапевт с Харькова, который будет проводить именно этот мастер-класс. Это будет очень интересно. Я могу, конечно, все рассказать, но все-таки хочу какую-то интригу. Ну, расскажите чуть-чуть. Ну, хотя бы чуть-чуть. Вот вы сохраните интригу, но частично нам расскажите. Это будет мастер-класс, на котором будут работать мамы, искать собственные ресурсы. Потому что слово «ресурсы», оно, наверное, очень популярно. Везде надо наполняться ресурсами, да, и использовать тот же самый рисунок, глину, игры. И это вот один из инструментов, который терапевт даст маме. один из инструментов. То есть как он будет работать, это точно можно узнать на мастер-классе. Что еще будет на фестивале? Какие еще практики, советы, специалисты, которые помогут мамам быть идеальными? Мы сейчас поговорим об этом термине, но быть мамам спокойнее. Это будут разные психологические игры. И вот одна из игр, это будет называться «Аромат денег». То есть будет и игра по поводу денег, и мастер-класс, связанный с деньгами. Вот про мастер-класс хотела бы сказать. Это у нас будет Людмила Соя, она из Одессы. Это финансист, это не просто арт-терапевт. Это человек, который работает с деньгами и знает, как с ними обращаться. Она вот как раз мамам научит, как рассказывать детям про деньги, как научить детей понимать, что такое деньги, обращаться с деньгами, как ими управлять, как их сохранять. То есть это будут с рекомендациями, с использованием ассоциативных метафорических карт. Это будет игровая форма. То есть мамы уйдут с грузом знаний, инструментов, возможностей. Она также там будет рекомендует, вот мы снимали прямой эфир, очень много мультфильмов, которые могут показать детям, да, и потом обсудить эти мультфильмы, такой, знаете, протянув мостик на реальную жизнь и как это можно использовать в реальной жизни. Тот же самый мультик «Буратино». Это же про деньги, да? Правда же? Да, про отношения к деньгам. Да, про отношения к деньгам, как нам хочется, чтобы выросло дерево денег, при этом ничего не делая. Как ни крути, современные дети, они много говорят о деньгах, это правда. О том, что нужно там накопить или заработать, или о том, что деньги важны сегодня. Да, но еще и важно правильное отношение к деньгам, потому что мы знаем все фразу, да, некоторые люди настолько бедны, что деньги — это единственное их богатство. Все, что у них есть, в принципе. Это правда, да. Поэтому к деньгам должно быть правильное отношение. Конечно, деньги — это энергия. И если мы умеем обращаться с этой энергией, у нас будут деньги, да. Если мы умеем заработать, следующий вопрос, что с ними делать? Если мы в свою банку положим или под подушку спрячем, точно энергия, поток денег прекратится, потому что энергия не пойдет дальше. Поэтому очень важно научиться не только заработать, да, а еще уметь ими распоряжаться, чтобы энергия была, знаете, ее стало больше, она была бесконечной. Мне кажется, не только дети придут, но и некоторые папы на этот мастер. Конечно, конечно, да. Ну, посмотрите, фестиваль называется «Мамы», а папы могут приходить на него? Конечно, конечно. Там будет для пап очень много интересного, потому что вот и денежная тема будет, конечно. И будут, опять же, про детей, про ресурсы. Папам тоже нужны ресурсы. Папам тоже очень нужны темы, например, как самооценка. Будет у нас тренер с Киева, который будет говорить и про самооценку, и про самоценность. Важно при этом говорить друг другу теплые слова. Опять же, здесь мы поднимали эти темы, и тот же Фрэнк Пьюсселик, о котором я сегодня уже говорила, он советовал часто друг другу делать комплименты. Муж жене, жена мужу, папа ребенку, мама ребенку. Тогда и ребенок, естественно, учится говорить комплименты и добрые слова. Ты прекрасно выглядишь, у тебя хорошая улыбка, у вас замечательный цвет глаз, и, не знаю, вы прекрасно выглядите сегодня, да? И тогда получается, что все становится на свои места. Тогда нет конфликтов, они исчезают. Ну, максимально, по крайней мере, да, снижается их уровень остроты углов. И насколько это важно действительно? И проговариваете ли вы на фестивалях, на встречах, на мастер-классах, что вот это сегодня — это ключ к решению многих ситуаций, негативных в том числе? Мы об этом, конечно, говорим. И вот на мастер-классе по самооценке тоже будем об этом говорить, потому что на самом деле очень часто мы что-то хорошее воспринимаем как само-самое разумеющееся. Сделал ребенок что-то хорошее? Ну окей. А вот если он сделал что-то плохое, мы его ругаем, мы его критикуем и еще возвращаемся очень много-много раз к этой ситуации, да, чтобы он выучил этот урок. Но при этом мы забываем его поглаживать своими похвалами. Конечно, учит, когда мы становимся взрослее, да, мы поступаем так же самое с нашими детьми. И дети учатся тоже критиковать. И со взрослыми часто, даже в отношениях друг с другом. И поэтому очень важно, на фестивале мы это делаем. Это, знаете, это один из шага щедрости. Щедрость бывает не только материальная, она бывает эмоциональная. Мы щедро дарим друг другу... Не менее важная. Она даже более важна, да, когда мы дарим друг другу улыбки и говорим, боже мой, я так рада тебя видеть. Знаете, есть такое понятие у нас обнимашки. Мы очень часто со спикерами, с ведущими видимся в виртуальном пространстве. И когда мы наконец-то встречаемся, для нас очень важно обнять друг друга, сказать, как здорово, что они здесь. Так же самое с участниками. Я каждого участника очень рада. То есть когда ко мне звонят, пишут, я в самом деле искренне говорю, я очень рада, что вы придёте. Я буду рада, потому что то пространство, которое я создаю с любовью, мне очень хочется, чтобы каждому там было уютно, атмосферно, да, и каждая мама смогла отдохнуть там. И наполниться чем-то хорошим. Давайте напомним ещё раз, где, во сколько и какие числа. — 16-17 июня в городе Одессе улица Кутузакия-1, раньше эта улица называлась Ленинградская-1, на базе Христианского гуманитарно-экономического университета. Вы с 9 утра до 6 вечера два дня фестиваля приходите, буду рада видеть каждую маму, папу, берите с собой детей. У нас там будет детская комната для детей от 4 до 8 лет, с воспитателями, с программой, и для мам будет много сюрпризов, розыгрыша, призов и эмоций, которые каждая мама может наполнить. — Спасибо огромное, что пришли к нам в гостях. У нас Алексеева Ольга, организатор фестиваля «Мамы», психолог, арт-терапевт у нас в гостях, гештальт-терапевт. Это был дневной эфир 7-го телеканала. Раз уж мы говорили о том, что нужно говорить друг другу хорошие слова, хочется мне поблагодарить вас за то, что вы остаетесь 7-м телеканалом и всем нашим 7-м телеканалом обнять вас крепко-крепко. Берегите себя и своих близких. Всего доброго вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова